Приветствую вас! Во-первых, не нужно как-то ситуацию драматизировать, не нужно как-то себя насиловать, не нужно себя наставлять, делать то, что вам, например, не приятно, неудобно, то, что вы считаете для себя неприемлемым и так далее. То есть, если вам хорошо в одиночестве, ну, значит, так тому и быть. То есть, это значит, что пока то, чего вы хотите, это быть одной. Вот если вас все устраивает в вашем одиночестве, то пишите, значит, что мне нравится мое одиночество, а встреча вообще речи быть не может. Если вам нравится ваше состояние, нравится ваше одиночество, то, соответственно, вы хотите чего от нас? Вы хотите чего от психолога? Вы хотите, чтобы мы помогли вам? Но помогли вам в чем? Помогли вам начать хотеть встречаться с мужчинами, но для этого у вас это желание сперва появится, а потом уже вы захотите как-то его реализовать. Вот это свое желание. Ну и, соответственно, если вы его реализуете, свое желание, то возникнет, возникнет обратная связь. И эта обратная связь покажет вас, можете вы выстраивать отношения или нет. Если отношения вы не сможете выстраивать, то вам, конечно, нужна будет помощь. А пока непонятно, хотите ли вы этого вообще или нет. Предположим, что вы мужчин боитесь. Предположим. Предположим, что вы с ними не хотя бы так общаетесь, только потому, что вы чего-то плохого от них ожидаете. Ну, тогда вам необходимо понять, чего же вы боитесь. И поработать со страхами. Со своими. Чтобы они, ваши страхи, не мешали вам нормальной жизни. Дальше следует определить критерии мужчин, следует определить свою позицию, в отношениях с мужчинами. И вот исходя из этих моментов, уже двигаться. Понимаете, нельзя быть только матери. Например. Вам нужно быть еще и женщиной для естественного, нормального развития. Вам нужно быть и матерью, то есть ребенком своих родителей. И так далее. Все это необходимо для того, чтобы вы по сути дела сами нормально развивали. Нормально существовало. А пока вы только мама, ну, вас это будет напрягаться. Так что я рекомендую вам подумать, что вас отталкивает в мужчинах. И с этим моментом поработать. А пока у вас получается так, что я не хочу с мужчинами встречаться. Но боюсь, что у меня будет все время так. Ничего у вас все время так не будет. Ни у одного человека не остается одна и та же сфера потребности неизменной. Потребности все время растут. Кстати, может быть, вам имеет смысл проработать отношения с гражданским мужем. То есть, может быть, у вас они до сих пор не завершены. В тот же момент. А если остались обиды какие-то или невыраженные эмоции, вот вам причина того, почему у вас такое отношение к мужчинам. Но с этим тоже нужно работать. С этим тоже нужно разбираться. Это тоже предмет для обсуждения. Это предмет для работы с вами. Понимаете? Так что постарайтесь определить, чего вы хотите и почему боитесь. Видите ли, страх во многом преувеличен. И если человек говорит, что я боюсь, он боится не как бы ничего-то реального, ведь вас не устраивает сейчас. Человек боится чего-то гипотетического. Ну и давайте тогда спросим себя, а чего именно гипотетического вы боитесь? Так ли страшно то, чего вы боитесь? Попробуйте ответить себе на эти вопросы. Уверен, вам будет гораздо проще. Гораздо яснее вы будете понимать, что вы хотите. И вот когда вы определите для себя, чего вы хотите, мы вам в этот момент и сможем помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались вопросы, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!